Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия. Смотрите сегодня в программе. Сегодня мусульманский праздник Курман-Байрам. Во всех мечетях прошло коллективное богослужение. Верующие приносят жертву животное и раздают мясо. Какую поддержку получат сельхозтоваропроизводители Карачаева-Черкесии? Глава республики Рашид Тимрезов огласил на церемонии послания парламенту. Поставленные задачи выполнены. Цели достигнуты. Оперативным штабом в Карачаево-Черкесии проведены учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Духовно-нравственный контент и патриотическое воспитание молодежи. В Черкесске состоялось закрытие выставки «Легенды России». Сегодня мусульмане Карачаева-Черкесии начали отмечать священный праздник Курман-Байрам. В Черкесске в коллективном намазе в соборной мечети под руководством муфтия республики Исмаила Хаджи Бердиева принял участие и глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Об истории и традициях праздника и о том, как отмечают его в семье Кармовых, расскажет Алихан Лепшоков. Сегодня главная соборная мечеть многолюдна. Жители республики собрались совершить праздничную молитву. Глава Карачаева-Черкесии также пришел в семью, чтобы поздравить верующих с одним из главных праздников мусульман Курман-Байрам. Этот день символизирует собой милосердие, сострадание и все эти основы понятны и близки вне зависимости от конфессиональной принадлежности и национальности. Что немаловажно, это то, что нас всех объединяет, отметил Рашид Бориспиевич. «Чтобы мы хранили то, чему нас всегда учили наши предки, наши старшие. Также Исмаил Хаджи хотел бы сегодня в этот день поздравить всех наших братьев и сестер, которые сегодня в Хадже. Дай вам, чтобы их дуа был всевышним принят, и Хадж. Поэтому хочу всех жителей нашей многонациональной республики поздравить с этим праздником, еще раз всем крепкого здоровья, мира, благополучия». Праздничную молитву возглавил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфти Карачева Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев. После завершения намаза Исмаил Хаджи выступил с проповедью, в которой отразил величие праздника Курман-Байрам и, подытожив, отметил важность умения верующими мусульманами прощать друг друга в этот святой день. «Сегодня вместе с нами был глава республики, председатель правительства, депутаты, министры. Это говорит о том, что люди по-другому смотрят на религию. И это очень похвально. Почему? Потому что были времена, когда к религии относились совсем по-другому, когда не хотели знать и слушать, что это такое. А сейчас уже хвала Всевышнему, все это идет совсем по-другому. Дай Аллах, чтобы это все продолжалось, и чтобы мы эти праздники постоянно проводили». Праздник является нам напоминанием о твердости веры пророка Ибрагима, когда Всевышний повелел принести в жертву своего сына Исмаиля. Когда к обряду все было готово, Господь вознаградил пророка за преданность, принял вместо сына в жертву барана. «Стараемся к этому дню подойти с благими делами, с чистой душой, чтобы соседи, близкие, кто рядом с нами по работе, по улице, чтобы все были довольны». Делиться любовью и радостью в этот светлый праздник является жизненным кредом в семье Кармовых, проживающих в ауле Псыш. Так считает и 85-летняя Тайбат Хаджикармова. Она больше 40 лет проработала учителем в псышской школе. После ухода на пенсию она посвятила себя религии. В 2007 году впервые совершила хадж. Она помогает в воспитании внучатых племянников, обучая их основам ислама и чтению Корана. Тайбат Хаджи активно оказывает помощь нуждающимся. «Бысшего праздника для мусульман нет. Я считаю, что это самый лучший праздник, потому что это богослужение и богоугодное дело. Курман режут для того, чтобы всех угощать. И бедных, богатых, если богатых, он может внести, кому-то хорошее дело сделать. То, что я смогла, я свой курман отдала в детский лагерь мусульманский». Поздравить с праздником Тайбат Хаджи приехал имам Аула Псыш Анзор Хаджи Абсов. За праздничным столом он пожелал ей крепкого здоровья и чтобы родные и близкие продолжали ей дарить тепло и радость. «Сегодня мы должны поздравлять своих родственников, своих старших, соседей, всех, кого мы считаем своими братьями, сестрами, другие религии, которые с нами рядом живут, пускай это русские, пускай другие. Мы должны в этот праздник, если даже есть какая-то обида между нами, мы должны прощать эти обиды. Дай Аллах, чтобы вот в эти светлые праздничные дни все наши молитвы были приняты». Курман-Байрам отмечается три дня. Мясо жертвенного животного принято раздавать соседям нуждающимся. Также верующие эти три дня ходят в гости, готовят угощения и дарят подарки. Али Ханепшоков, Расул Бердиев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Али Ханепшоков, Расул Байрам. Говорится в поздравлении. И сегодня в честь Курман-Байрам. От главы республики для наших земляков военнослужащих доставили баранов для жертвоприношения. Карачаева-Черкесия обладает огромным потенциалом по развитию сельского хозяйства. И потому главой Карачаева-Черкесии принято решение и дальше поддерживать сельхозтоваропроизводителей. Об этом он заявил на церемонии оглашения послания Народному собранию. Так, в целях защиты сельхозтоваропроизводителей от последствий града правительству Карачаева-Черкесии при формировании проекта республиканского бюджета на 2024 год Рашид Темрезов поручил вдвое увеличить объем средств для защиты сельскохозяйственных культур от градобития. Напомню, по итогам прошедшего года в хозяйствах всех категорий Карачаева-Черкесии имеется около 150 тысяч голов крупного рогатого скота. Численность овец и коз составляет более 1 миллиона 200 голов. Птицы – около полутора миллиона штук. Для многих семей овцеводства традиционный вид занятости граждан, имеющий глубокие корни. В нем высокий потенциал роста аграрно-промышленного комплекса Карачаева-Черкесии и всего Северо-Кавказского федерального округа за счет внедрения современных технологий в области генетики, воспроизводства от корма и переработки продукции. Учитывая хорошие темпы развития животноводства, Рашид Темрезов поручил модернизировать республиканскую ветеринарную лабораторию, обеспечить необходимым оборудованием и транспортом, а также правительству республики в течение месяца совместно с главами муниципалитетов представить предложение по решению проблемы с беспризорными собаками на всей территории республики. Сейчас прогноз погоды на завтра, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильные с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер западный 5-10, температура ночью 11-16, в горах до плюс 10, а днем 25-30 градусов, тепла и местами до плюс 22. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь и гроза, ветер западный 5-10, температура ночью 13-15, а днем 27-29 градусов, тепла. Оперативным штабом в Карачаево-Черкесии в Прикубанском районе проведена тактика специального учения по пресечению террористического акта на объекте социальной инфраструктуры. В мероприятиях было задействовано 750 сотрудников силовых и правоохранительных структур, региональных органов государственной власти и местного самоуправления. В ходе учения осуществлялось оцепление и блокирование района проведения спецоперации, эвакуация условно пострадавших, нейтрализация террористов, освобождение заложников, ликвидация пожара и минимизация возможных негативных последствий террористического акта в условиях максимально приближенных к действительности. Участниками учения отработан порядок межведомственного взаимодействия при возникновении чрезвычайной ситуации и проведении контртеррористической операции. В результате мероприятий поставлены задачи выполнены, цели достигнуты. Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Карачаево-Черкесии совместно с Общественным советом при ведомстве провели профилактическую акцию «Чистый лист». В ней приняли участие волонтеры молодой гвардии. На улице Первомайской расположили маркерные доски с чистым листом бумаги, на котором каждый проходящий мог выразить свое отношение к незаконному обороту наркотиков и проблеме наркомании в целом. В акции участвовало большое количество неравнодушных граждан всех возрастов. Каждый из них, кроме своего мнения, оставил автограф. Знак того, что дает обещание никогда не употреблять наркотики в немедицинских целях. Выступать против их нелегального производства и распространения. Цель организаторов была достигнута – это формирование негативного отношения к употреблению адского зелья, воспитания здорового жизненного стиля, профилактика правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Сегодня мы проводим акцию под названием «Чистый лист», чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Люди оставляют на листах чистых, на которые мы подготовили, свои пожелания о своем образе жизни, о своем отношении к наркотикам. В связи с чем сегодня управлением по контролю за оборотом наркотиков совместно с активистами молодой гвардии «Единой России» при участии общественного совета была проведена антинаркотическая акция под названием «Чистый лист». Цель этой акции – осведомить население о пагубном влиянии наркотиков на организм человека, особенно на молодой организм, именно привлечь молодежь к данной проблеме. Любой проходящий мог расписаться в этом листе, оставив свою подпись, тем самым дать слово бороться вместе с нами с наркопреступностью. Согласно поручению президента России по популяризации героев российской истории и фольклора, отвечающих традиционным ценностям в рамках проекта «Легенды России», посвященного созданию духовно-нравственного контента и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, был объявлен всероссийский конкурс детского и юношеского рисунка героев нашей Родины. Экспозиция была организована и представлена в Карачаево-Черкесии. Как и где можно было в течение нескольких месяцев посмотреть работы юных художников, расскажет Алла Качева. Традициям жить, славе не меркнуть. Передвижная выставка названа в честь подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны и приурочена 78-ю годовщине Победы. Патриотическую экспозицию в Карачаево-Черкесии с участием детских школ и школ искусств Республики организовал факультет дизайна и лингвистики Северо-Кавказской государственной академии по поручению ректора вуза. Я думаю, как можно больше такие выставки делать надо. Особенно сегодня вопрос воспитания стоит очень-очень остро. И посмотрел сегодня великолепные сделанные залы, великолепное фойе, великолепная организация сегодня. То есть, внимание к учебным заведениям, внимание очень большое. И особую благодарность я хочу Ларисе Магомедовне. Работы детей выполнены в самых разных жанрах, но объединяет их одно – любовь к родине. Соответственно, и защита ее рубежей. Десятилетний Ибрагим Ибзеев внимательно изучает каждый рисунок. Тема войны юному художнику очень близка. Особо ему понравилась работа, где изображены танки. Армия самая сильная. Это то, чего добиваются педагоги – изучение и сохранение истории. Цена великой победы. Мир глазами детей в современной трактовке высоко оценили взрослые, пришедшие на закрытие выставки. Трудно выбрать какую-то одну, потому что, во-первых, работ много и практически все заслуживающие внимания. Поэтому есть какие-то именно с чем-то ассоциирующиеся, на них тоже как-то обращаешь внимание, какой-то смысл автор закладывал. Это тематическая выставка, это патриотизм. Мы воспитываем в детях патриотизм. Кто-то музыкой, кто-то, конечно, живописью. И вот в живописи – это внутренний мир ребенка, как он представляет. Не зря психологи говорят, если хотите посмотреть, что у вас в семье творится, пускай ребенок вам нарисует картину. Наши дети рисуют вот так, как они представляют, вот эту военную тематику. И, значит, она у них уже зародилась еще в 18-19 веке. Вот это, знаете, переходит из поколения в поколение. И вот они, когда сами это все в себе, они вкрапляют в себя, они, естественно, передают это потом своим детям, своим же родителям. Вот мы же тоже взрослые люди, мы тоже учимся на их картинах. Над работами ребята трудились месяцами, признаются преподаватели. Лучшие из них были представлены на выставке «Легенды России» в Государственной Думе. Участников и детские художественные школы в этот день поблагодарили и отметили сертификатами организаторов проекта, дипломами Международной ассоциации союз дизайнеров, Творческого союза художников России, отдела МВД России по Черкесску. Спасибо вам, что вы понимаете проблему сегодняшнего подрастающего поколения. Потому что, если мы не забываем сегодня, сейчас, в наших детях, то, что мы хотим видеть в будущем, мы можем упустить. И то, что мероприятие, которое дает значимость правительству Российской Федерации, дам нам мероприятие. Это тоже говорит о многом. Мы знаем наше будущее, наше дети. И вот сегодня представлены с ней работаем, которые они в единстве показывают в этом сегодняшнем дне, которые, собственно, дети уже говорят о том, что мы хотим услышать сами от них, потому что они понимают все это. Алла Качиева, Лебастанов, Вести Карачева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите сериал «Все как у людей». Продолжение. Всего доброго. До встречи.